Враньё, которое происходит в системе разных школ, лицеев и так далее, когда есть одни деньги, которые собираются в фонд школы, в фонд класса и так далее. Вячеслав Цуркан, адвокат, председатель Международной неправительственной правозащитной организации посольства прав человека. Эти деньги не проходят через систему строгого бухгалтерского учёта, а это создаёт в свою очередь коррумпированную систему внутри системы образования, внутри Молдова. Родительские взносы в учебных заведениях знакомы всем родителям, дети которых ходят в школу или детский сад. Сначала требуют денег на учебники, затем на хозяйственные нужды, а потом и вовсе на капитальный ремонт. Собираются средства фонд школы и фонд класса, устанавливают всем одинаковую сумму и требуют оплаты. А это уже нарушение прав детей и дискриминация по отношению к ним, говорит эксперт. Принуждать родителей или дискриминировать детей или их родителей только из-за того, что они не в состоянии обеспечить дополнительное финансирование процесса обучения детей, это уже другая крайность. И в этом случае можно говорить о дискриминации в системе образования, а это уже очень серьёзная проблема. И проблема, которой в том числе должны заниматься и парламентские адвокаты. Именно поэтому я считаю, что для решения этой проблемы нужно привлечь целый ряд государственных органов и постоянно медиатизировать эту проблему, для того, чтобы для родителей тоже было понятно, что происходит в изменении законодательства, для того, чтобы предотвратить появление таких пробелов в законодательстве, которые ведут к образованию такой проблемы. Постоянные взносы в бесплатное образование давно стали частью обязательного бюджета каждого учебного заведения. Родителям нести такое бремя на своих плечах не под силу, но они платят, потому что вменили в обязанность. Собираемые деньги с родителей, с одной стороны, это должно быть добровольно, без принуждения. С другой стороны, те деньги, которые собираются, они должны собираться легально. И должны выдаваться документы бухгалтерского учета, показывающие, сколько денег пришло, сколько денег ушло, на что эти деньги были потрачены. Потому что иначе создаться даже парадоксальная ситуация, когда часть этого имущества может быть украдена, и неясно, кто является собственником имущества. Кроме того, в мутной воде рыбу всегда легко ловить. То есть это создаёт предпосылки к тому, что часть из этих денег, если они не учитываются на момент их сбора, создаются предпосылки к тому, чтобы часть из этих денег разворовывалась, и даже потом крайнего не найдёшь, и даже непонятно, кто собственник этих денег. Школьные поборы администрации выдают за благотворительные поступления. Родители возмущаются, но, как правило, за стенами школы. Как избавиться родителям от школьных поборов и реально сбросить финансовое ярмо, знает только эксперт. Выход из положения только один. С одной стороны, должны быть неправительственные ассоциации, зарегистрированные по закону ассоциации родителей. В этих ассоциациях должна быть финансовая транспарентность путём отчётности. С другой стороны, не должно быть вечных руководителей в этих организациях. Это не личные организации, а организации, объединяющие родителей, где публично выбираются руководители, их периодически перевыбирают. Есть публичная отчётность по деньгам. То есть это всё должно делаться транспарентно, как и в любой цивилизованной стране. Это все должно делаться в легальном поле. И с другой стороны, это отличный урок для детей, которые учатся в школах на будущее. Потому что в этом случае мы таким образом растим подрастающее поколение в духе уважения к закону. Тема школьных поборов широко обсуждается на разных уровнях и в различных органах. Но коррупция продолжает разъедать образование. Если вы решите пожаловаться на настойчивое требование денег в школе, эксперты советуют написать жалобу. Первый орган, конечно, это прокуратура, куда они должны обращаться. Органы управления системой образования. Но я думаю, что все-таки, поскольку эта проблема системная на уровне государства, и она касается не только одного или другого региона или района Молдова. Это проблема в пределах целой страны. И я считаю, что в этом случае и этот репортаж тоже, когда вы подготовите, копию этого репортажа переслать парламентским адвокатам, они должны заняться этой проблемой. Министерство юстиции, которое разрабатывает проекты законов, нужно посмотреть, в чем проблема в нашем законодательстве, которая вынуждает людей идти вот этими всякими скрытыми схемами. Кроме того, Центр по борьбе с коррупцией, поскольку нужно искать коррупционный ген, который ведет в нашем законодательстве, который есть, который нужно выяснить. И нужно изменить законодательство таким, чтобы оно было комфортным для тех людей, которые отдали детей в школу. Эксперт считает, что проблема школьных поборов может быть решена, если о ней открыто заявить. Я думаю, что все-таки эта проблема должна решаться путем, с одной стороны, средства массовой информации должны придать огласке эту проблему, что она есть на самом деле, нужно об этом открыто заявить. И это урок на будущее и для детей тоже. Урок того, что на самом деле мы должны положительно относиться к тому, что государство, с одной стороны, в состоянии обеспечить поддержание правопорядка, эффективного правопорядка, в том числе и в системе образования. С другой стороны, обеспечить законное поле для деятельности учебных заведений. Продолжение следует...